Всем привет, ребята! С вами распаковочка-упаковочки на дворе 23.02.24. Я всех-всех-всех мальчиков, всех молодых людей, всех мужчин я поздравляю с этим праздником, всех тех, кто отмечает этот праздник, кому этот праздник важен, потому что я знаю, есть люди, которые отвергают некоторые праздники, считают, что их не нужно праздновать. Вот, ребятки, я поздравляю только тех, кто очень рад этому, и кому приятно поздравление в этот день. Поэтому, пожалуйста, принимайте только в этом случае поздравления на ваш счёт. Я уже всех поздравила, кого смогла поздравить, всех поздравила. Так что всех моих зрителей мужского пола я поздравляю вот здесь вот отдельно. Спасибо, что вы со мной, и спасибо, я думаю, можно сказать вам за то, что вы делаете своих половинок счастливыми, я думаю, они лично вас уже поздравят, тет-а-тет. Зайку я своего уже тоже поздравила. Вот, я ему тоже объяснила, что, зайка, я этот праздник воспринимаю как праздник мужчин именно, поэтому, потому что он тоже у меня, знаете, этот праздник, он, ну, как бы, как это сказать-то? Ну, то есть реагировал не так, как, мне кажется, следовало бы реагировать, и поэтому я всегда объясняю, с чем именно я поздравляю. И Стас сказал, ну, если так, ну, всё-всё-всё, я понял, я всё понял, всё отлично. Вот, поэтому ему стало, как сказать, приятно от этих моих слов. Поэтому, ребятки, да, я поздравляю только тех, кому действительно это приятно. Вот, поэтому воспринимайте это как положительное, хорошее такое вот поздравление. Ну, а мы сегодня разговариваем не про что иное, как кокосик там занял своё место почётное. В общем, я скажу так, мой день рождения ещё не наступил, он очень близко к этому празднику, 23 февраля. У меня день рождения будет 25 февраля. Вот, и вроде как мой праздник, мой день, да, ещё не наступил, но подарки я уже получаю. Мне кажется, я даже не знаю, с какого числа, наверное, с того самого дня, когда я получила свой основной подарок. Какой именно, кому интересно, пройдите по ссылочке, посмотрите. Я надеюсь, я к тому времени уже эту видеозапись опубликую. Стас меня уже поздравил заранее. Ну, как бы он мог, конечно, и попозже вручить мне это всё, но он сказал, ну, лучше я тебе вручу заранее. И я сказала, да, зайка, это прямо потрясающе, потому что я понимаю, что можно сделать это день в день, да, но если всё уже, товар заказан, да, подарок готов, почему бы не вручить заранее, если это тем более тот подарок, который очень и очень важен. То есть, чем раньше, тем лучше. Вот, а что касается основного подарка, я сказала, да, а это я так, знаете, как я просто сама придумала эту трактовку, а это уже как, знаете, дополнительный такой подарок к основному. Ребятки, я так счастлива. Я купила всё, что я хотела на эту, казалось бы, да, небольшую сумму. В общем, я Стасику опять сказала. Кому интересно, кстати, ролики все про лабиринт, я здесь опубликую ссылочки на них, кому интересно. Кто ещё не видел. Да, а это мой вот такой вот заказик из лабиринта, новый. Я очень долго приглядывалась к этим всяким товарам, ждала скидочки. Какие-то товары я ждала давным-давно. Какие-то я для себя открыла, ну вот только-только новые какие-то. И об этом всё будет вот в этом ролике. Поэтому, кому интересно, оставайтесь. Да, и тут также я расскажу о том, какой приз мне пришёл от лабиринта. В принципе, это и послужило, так скажем, катализатором, чтобы сделать этот заказик, в том числе, так сказать. Да, чтобы вы понимали, я это всё вот только сейчас открываю, только сейчас смотрю всё вместе с вами. Потому что до этого я только попросила Стасика забрать. Он, спасибо ему большое, откликнулся. Вот, всё, получается, не вчера, позавчера забрал. Так как мы вчера ходили в пекарню, вот тоже внезапный такой походик у нас случился. Мы на почту ходили. Ссылочка будет на распаковочку. Это тоже здесь. Потом ссылочка на ролик про пекарню тоже я оставлю тут. Смотрите, пожалуйста, тайм-код. Так, ну и всё, мы начинаем. Первая книга, которую вы здесь видите, называется «Уроки химии» Бонни Гармус. На эту книгу я уже заглядываюсь достаточно, прям достаточно, потому что я очень хочу посмотреть сериал от Apple TV, который экранизировал. Ну, вот Apple TV у нас что? Он экранизировал, ну, как бы не он, конечно, да, наверное. Ну, в общем, там можно найти экранизацию по данному роману. И у «Лабиринта» есть также и англоязычная версия. То есть изначально на английском написано это произведение. Стоит порядка полторы тысячи, ну, плюс-минус, да. Тысяча пятьсот я видела, тысяча семьсот. Вот такие вот расценки. Я не гналась именно за англоязычной версией, потому что у меня есть что сейчас почитать на английском. Поэтому мне хотелось хотя бы, хотя бы русскоязычную версию прикупить. И вот на нее была, знаете, сначала цена, я не знаю, сколько там. Ну, к примеру, да, 276 там с какими-то скидками, да. Потом было 200 рублей. И вы представляете, 180 рублей. Я, если честно, я не думала, что я попаду на эти скидки. То есть они были какое-то время. Я думала, что, ну, вот-вот, вот-вот, и все, они пропадут. Слава богу, ребятки, они не пропали. И, по-моему, она и вышла у меня, 180 рублей. Я так счастлива. Называется, а что же у нас тут лежит дальше, да? Сейчас посмотрим. Давайте быстренько полистаем эту книжечку. Серенькая такая бумага. Мне нравится шрифт, который они выбрали. Вот у нас уже служба началась. Посмотрите, мне нравится, что она такая толстенькая, плотненькая. Но, знаете, я сразу вижу косячок. Посмотрите, пиксель на пикселе и пикселем погоняет, да, как говорится. Я вижу, что картинка сама обложки не такая качественная, как она могла бы быть. Вот. Но то, что она в мягкой обложке и такая плотная, мне это прям очень нравится. Мне это напоминает... Не знаю, почему-то именно напоминает мне книги, изданные в Штатах. Хотя я думаю, что книги в Штатах тоже издаются в разных абсолютно форматах. С другой стороны, я как бы и видела их там в разных форматах. Просто не было у меня так возможности окунуться именно в их магазины книжные. Вот. Хотя немножко я заходила в тот или иной магазин, но прям что-то как-то мало-мало. Но, видимо, действительно не было возможности. Но помню, что там из русских писателей прям Толстой стоял, Чехов. Вот прям, знаете, есть какие-то писатели, которых они прям чтут, уважают. Как бы я их тоже уважаю, но просто как будто издаются именно только определенные писатели. Остальных как будто на полках и в помине не бывало. Так, сзади вот так вот выглядит. Цвет морской волны они выбрали. Здорово, классно. Мне нравится, как оформлено. Но, опять же, вот с некоторыми неточностями, ну, уточнениями, точнее. Точнее, точнее, сори, 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 масло-маслено. Очищала я сегодня от шерсти данный плед. Он чистый, красивый, постиранный был. Сложила, в общем, на полочку. И сейчас беру. Я понимаю, что шерсти все равно осталось. Хотя обычно я все убираю. И я поняла, ребятки, что все-таки метод с клейкой лентой, со скотчем, он все-таки портит саму текстуру, ну, вот, в данном случае данного пледа. И я такая думаю, ну, а как же еще убирать? Кроме роллера, да? Это вот наши соседи, если что, ребятки, извините. Но вот такие вот крики могут прорываться в то или иное видео, пока я снимаю. Так что, да, кому интересна тема с роллерами, пожалуйста, тоже пройдите по ссылочкам. Я их себе опубликую. Очень много у меня именно почему-то роликов про роллера. В общем, да, вот такая вот красота. Ой, ну, как мне нравятся такие плотненькие, толстенькие книжечки. Просто топ. Вы знаете, почему кокосик сюда сел? Потому что он знает, что это что-то новенькое, что-то чистенькое, только что. А он чистоту любит, как никто другой у нас. Ну, хотя у нас все любят чистоту, абсолютно все. Вот, но белый, если он куда-то садится, значит, все, место, скорее всего, чисто. Это как показатель уже. Тогда я не показала, еще пакетик выдали. Я говорю, зайка, ничего не комментировали тебе, когда выдавали заказик? Потому что у нас есть даже такой прикольчик, что именно на этом пункте выдачи какой-то как будто постоянно со мной пранк выделывает женщина, которая там работает. И я говорю, блин, ну вот почему она постоянно вот так вот пранкует? Я, конечно, не уверена, что она пранкует, но как будто бы да, каждый раз что-нибудь новенькое. Я думаю, я думаю. Я еще уточнила у Стаса, я говорю, а тебе точно та женщина выдавала заказ? Потому что очень странно, что она промолчала. Он сказал, да вроде бы она. Но если честно, я сейчас по человеку посмотрела, как будто бы другое имя стоит. Или я просто не помню, как ее зовут, и это действительно та же женщина. Короче, ладно, это не такая уж важная тема, это просто, что вот мне вспомнилось. Та-дам, мы уже к пункту номер два переходим, да. Это приз, это приз от Лабиринта. Ой, насчет этого тоже всего много мне хочется вам рассказать, но, наверное, не в этом ролике. И то, как мы общались с одной из победительниц. Она прям мне отвечала-отвечала, я ей тоже отвечала-отвечала. Я такая думаю, ну что же это такое-то? С одной стороны, мне интересно было ей отвечать, как бы я сама в это, так сказать, впряглась, да. Но с другой стороны, я такая думаю, да что же это такое-то? Вообще, конкурс посвящался тому, что нужно было написать, ну задание какое было, написать в, ну как я поняла, в свободной форме, как именно человеку нравится, как человеку хочется, письмо любимому герою одной из книг. Знаете, кому я написала? Я написала письмо Аве из произведения Аниес Мартен Люган. Мне надо кое-что, мне надо кое в чем тебе признаться. Вот, такое длинное-длинное название. И вы знаете, это было так потрясающе. Я даже вот рассказала этой девушке, что это была как терапия для меня. Вы представляете, я, оказывается, давным-давно хотела это написать, но даже не знала об этом. Прикол, да? И мне эта девушка ответила, ну это можно прям даже для себя написать, если уж так хочется. Ну не так она говорила, конечно, но я чуть-чуть преувеличиваю. Я говорю, так можно, конечно, но до этого же еще дойти надо. Вот, я говорю, а вот лабиринт мне помог с тем, что, ну да, действительно так было можно. И прикольно, что к этой мысли я пришла благодаря этому конкурсу. Так что я говорю, благодарна лабиринту. Я говорю, минусов у лабиринта хватает, и сейчас как будто бы еще больше становится их. Но все равно я лабиринт ценю за их конкурсы, за их подарки, за все-все-все-все-все. То есть у меня такое амбивалентное отношение к лабиринту. Как любит говорить один блогер, не буду вспоминать о нем слух, просто скажу, люблю-ненавижу. Вот, ну вот как-то так. Это к вопросу о том, что действительно нельзя было получить приз, если не сделаешь заказ. Вот, поэтому вот такой вот я выиграла блокнотик. Там были и главные призы. Это не главный приз, чтобы вы понимали. Вот, ну я была рада даже такому призу, потому что действительно для меня этот конкурс был как терапия, потому что я высказалась в этом письме. Я как будто реально писала Аве от лица ее близкой подруги, что я сейчас нахожусь в Италии, я ей пишу письмо, что, дорогая, держись. Это действительно было искренне, потому что меня так взбесил Ксавье. Я такая, еще чуть-чуть, и я приеду к тебе. Все, пиши, моя милая. Я написала про все, и про Сашу, и про галерею, про что я только не писала. Так что, да, еще раз хочу сказать спасибо лабиринту, спасибо и за приз, и за конкурсы их потрясающие. Вот такой вот красивый блокнот. Я еще, кстати, давным-давно, ну какое-то время назад, приглядывалась, да, я действительно знала, что есть такой вот еще красивый лабиринтовский этот блокнотик. И кто бы мог подумать, что будет конкурс с ним, и я его выиграю. Класс, просто класс. Читай, как Джейн Остин. Остин, как правильно. С верой в счастливый финал. Кстати, это произведение я тоже хотела почитать давным-давно. Оно у меня прям в отложенных, но не в ближайших планах, к сожалению. Потому что есть сейчас, что читать, и что я читаю, и что я буду читать. То есть еще список на три года вперед. Вот такой вот еще ежедневничек я взяла. Думала, что взять в итоге. Опять тетрадочку хотела. Но когда увидела вот этот ежедневничек, я все поняла. Я его давным-давно еще тоже приглядывала. И тут как-то он попал мне тоже в подборочку. Я не знаю, как именно. Ну, то есть тут у нас еще книжечки. Сейчас я вам их покажу, ребятки. Но немножко хочу на этом дневничке остановиться. Мы как раз говорили о плюсах и минусах лабиринта. Вот, посмотрите. Видите, да, что происходит? Загнутые уголки. Прямо вот здесь вообще просто что-то. Смотрим, как внутри, да? Интересно, интересно. Я видела, хорошо, что они предоставили хотя бы чуть-чуть фотографий на эту тему. И тут еще бац. Видите, тоже помятость. Аэм. Бла-бла-бла. Смотрите, как красиво, когда я приблизила камеру к названию. Класс. Тут, наверное, не видно, но обложка тоже погнута. Погнута, я не знаю, как правильно видите. Она прям отскакивает. Вот, вот так, наверное, понятнее. Вот поэтому и скидки, вот поэтому и акции, да. Короче, интересный такой ежедневник. Но, видите, они его помяли. И это не ездик, вот, как говорится. Вот, здесь 128 листов. Дизайн номер 2, трендсмания. Мне нравится сам рисуночек тем, что это как будто, знаете, раньше, вот телевизор, если я заедала как-то, вот что-то такое было на экране. Типа какие-то помехи. Этим, да, этим обратил на меня внимание этот блокнот. Короче, моё внимание было полностью на нём, когда я листала, я же смотрела, какие там ещё есть. Но у меня, если честно, было ограничено время, и я, ну, увидела там что-то ежедневник учителя, ещё какой-то, потом ещё какой-то. И мало очень, кстати, я нашла, потому что сконцентрировалась тогда на книгах своих любимых, которые я хотела по акции взять. И когда я увидела этот блокнот, я такая, всё, наверное, это да, это Мэч. Так, книжечка у нас, Морверн Каллор. Это мой любимый фильм. Оказывается, есть книга, по которому этот фильм сняли. Это роман Алана Уорнера. Я вообще не думала, что когда-то мне удастся найти, ну, книжную версию, ну, то есть я имею в виду сам роман. И вы представляете? В какой-то момент я нашла ссылочку на эту книгу на лабиринте. Я не знаю, уже сколько лет я думала о том, что, ну, вдруг она появится в наличии, вдруг она появится. И она появилась, и потом уже появилась со скидкой. Как говорится, сам уже Бог велел мне её прикупить и, наконец-то, начать читать. У меня достаточно мало фильмов, которые я называю любимыми, но это один из них. И когда Стас со мной посмотрел его, он сказал, что странно, что тебе понравился этот фильм. В общем, ребятки, да, мне нравятся странные фильмы. Можно так сказать. Тут, наверное, идёт фотография автора, я так предполагаю. Обычно бывает вроде как так. Ну, и видно, да, что Ирван Бойлш сказал по этому поводу, что сказал в тайм-аут. И написано, что сделано в Санкт-Петербурге. Твёрдая обложка, достаточный такой шрифт, ни большой, ни маленький. Для меня он, скорее, большой. Небольшая, ни маленькая она по формату. Так что, да, спасибо большое. Я смогла её приобрести, и это просто кайф. Вот такую вот ещё книжечку взяла. Называется «Возрождение духа Каталонии». Она, кстати, меньше, чем я ожидала. Ну, в принципе, похоже, похоже на неё. Я сразу же захотела её приобрести, когда увидела интервью с одной певицей и автором данной книги. Наверное, вы тоже поймёте, о ком я, если смотрели данное интервью. Называется «Если я ничего не путаю». По-моему, она, да, по-моему, она певица. Белая бумага, хорошо разлиствимый текст. Одно удовольствие. Ну и, конечно, всякие схемы и рисунки. Это просто классно для наглядности. Посмотрите, пожалуйста, как сзади оформлена обложка. Очень интересно. Я ещё тогда подумала, неужели кому-то интересны те же темы, которые интересны мне? И вот прям автор как-то, я такая думаю, он что-то интересное там нашёл и хочет рассказать нам в этой книге. Вот, это издательство «Веча» выпустило данную книгу. Спасибо им. Та-дам! Ну и последняя наша книжечка – это Дэнни Краузен «Настрадамус». Я её увидела вот только-только-только. Прям новая для меня книга. Она, оказывается, огромная. На неё была шикарнейшая скидка. Тоже такой толстячок. А обожаю, как вы уже поняли, толстячки. Оформлена она просто идеально. Посмотрите, как красиво. Просто шикарно. Ну и чек, ребятки. Вот как он выглядит. Всё это составило 1087 рублей. Сейчас поближе покажу. Итого, да, смотрите, «Морвер» 141, «Настрадамус» 409, «Каталония», да, назовём так, 206, «Ежедневник» 151, блокнот это шёл как приз, да, ну это и есть приз, вот, и поэтому 0 рублей. И что ещё, уроки химии 180, как я и сказала, да, класс. Ну всё, ребятки, спасибо большое, что были со мной. Я надеюсь, вам понравился ролик. Если это так, то, пожалуйста, поставьте ваш прекраснейший лайк. Вот, подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вы не подписаны. Это очень-очень важно. Меня смотрят 98% без подписки. Я всё вижу. Ещё раз спасибо за ваше внимание к моему блогу. И всем пока-пока. Хороших вам покупок.